Всем привет, мои хорошие девочки! Сегодня я снимаю для вас видео о моих парфюмах, мои парфюмерные фавориты, чем я пользуюсь в последнее время и чем я буду пользоваться весь этот год. Потому что парфюмерии у меня накопилось достаточно много, и я себе поставила цель закончить все, что я вам сегодня покажу в этом году, в году 2019. Вот, начнем, наверное, с последней такой моей любви, в аромат, который я очень сильно влюбилась, и который не оставляет равнодушным вообще никого, пока вот я им пользуюсь. Это аромат от марки Victoria's Secret. Покупала я его в Duty Free за 102 евро. Здесь 100 миллилитров, и аромат называется Скандал. Аромат действительно скандальный, скандальный, женственный. Удивительный сексуальный аромат. Здесь я вам как-то рассказывала, делала обзор, когда я его купила. Здесь и ваниль, и черная смородина. Это такой сладкий аромат, он такой сексуальный, он такой женственный. Он абсолютно не подойдет, если вам за 40, это вот абсолютно не ваше. Но он вам абсолютно подойдет, если вам до 40 лет, если вы хотите пахнуть женственно, сладенько, вкусненько, если вы прям вся вот такая вот сексуальная, женственная девочка, легкая, улыбающаяся, несящая красоту в этот мир, это ваш аромат. Он абсолютно сладкий, просто потрясающий. Я когда им пользуюсь, меня просто замечают все. Я не ожидала такого, потому что я когда вообще покупала его в Duty Free, но он мне понравился больше всего из той коллекции, которая была представлена. Так, это было когда? Полтора года назад я купила его. Я купила его в декабре, полтора года назад. И огромный плюс этого аромата в том, что здесь вот такая помпа в виде розы. И за счет этой помпы, да, как раньше было, вот так нажимаются, да, он расходуется очень медленно. Я им пользуюсь уже очень-очень давно, и он у меня даже не закончился. Хотя обычно, если я пользуюсь Victoria's Secret каждый день, два раза, у меня уходит стандартный флакон Victoria's Secret 100 мл, у меня уходит за месяц. Поэтому вы можете себе представить, сколько месяцев я пользуюсь этим ароматом и насколько он оправдывает все. Это просто супер. Кстати, после того, как у Victoria's Secret вышел аромат в скандал, у Валентина появился точно такой же флакончик с ароматом Валентина. По-моему, так он называется. Посмотрите, как вот красиво выполнит флакон. Вот эта роза, это просто вот... В Victoria's Secret, когда делают какие-то упаковки, это всегда дорого, красиво, сексуально. Это всегда просто божественно. Так что я вам советую купить, попробуйте. Я могу сказать, что я от него стала в восторге уже в процессе пользования, а не сразу. Я когда покупала, он меня дикого восторга не вызвал. Но сейчас его люблю, обожаю и 100% буду повторять. Следующий аромат, которым сейчас тоже пользуюсь, это аромат Love, который я приобрела год назад. Victoria's Secret Love. Он есть тоже сейчас абсолютно везде. Вот на таком пастернице он у меня. Это тоже очень приятный аромат, но главное его отличие... Он тоже сладенький. Главное его отличие от «Скандала» предыдущего в том, что он немножечко более цветочный и более свежий. То есть он не такой сладкий, как «Скандал». Он... Здесь уже такие, знаете, более цветочные ноты. Он более цветочный все-таки. Немножко сладенький, но скорее цветочный. Очень приятный аромат. Уже такой, знаете, чуть-чуть посерьезнее. но в то же время очень-очень сексуальнее. Так что крайне вам советую аромат, тоже его очень сильно люблю, только начала им пользоваться, вот буквально пару миллилитров пользуюсь. Все-таки хочу в первую очередь закончить скандал, а уже потом постепенно заканчивать все остальное, но тоже им пользуюсь. Следующий аромат, который тоже начала, это аромат Бомшилл Инблун, куплен он тоже больше года назад. Кстати, все ароматы я стараюсь держать в коробках, и только где-то 2-3 без коробок, потому что все остальные, они просто могут испортиться. Вот Бомшилл я просто обожаю. Бомшилл вообще, он есть самостоятельная, постоянная версия, а у меня Бомшилл Инблун, это более цветочный аромат. У него даже такой, видите, красивый флакончик цветочный, просто мне кажется, я купила ради одного флакончика. Слушайте, а он снимается вообще, этот цветочек? Наверное, нет, но я постараюсь его как-нибудь, отодрать потом, когда закончится, потому что он такой красивый. Это более цветочный аромат, тоже очень такой свеженький, приятный, крайне его люблю носить на весеннее такое время, зимой он очень хорошо. Бомшилл сочетается, тоже очень сладкий, но из всех этих троих менее сладкий. Вот эти два менее сладкие ароматы. Ну вот это классика. Бомшилл в принципе классика, из такой легкой ноткой цветочной, новенькой немножко ноткой в ароматах Бомшилл. Мне нравится, я всегда люблю, всегда их повторяю. Бомшилл это классика, которая актуальна всегда. Дальше, следующий аромат, который вам покажу. Подарила мне подруга его на день рождения. Он называется Versace Bright Crystal. Бомшилл, такой кристаллик. Это действительно аромат невесты. Bright Crystal. Для меня это реально аромат невесты. Такой, знаете, букет невесты. Много-много красивых свежих цветов. Он очень свежий. И вот он прям из всего того, что у меня есть, он самый свежий. Я не очень люблю свежий аромат, но этот самый свежий. Он безумно стойкий. Вы знаете, аромат цветов букет невесты. Вот это мое сочетание, мое такое, которое я здесь услышала в этом аромате. Он крайне приятный и довольно-таки взрослый. То есть им можно пользоваться, если вам и 20, и 25, и 30, и 45, и 50. Это абсолютно будет ваш аромат. Вот подойдет любой такой женственный. Я думаю, что именно женственный. Почему я часто говорю в своих видео, то, что я пользуюсь женственными ароматами. Потому что есть ароматы тяжелые, амбровые, мускусные. Есть ароматы, которые были с мужской энергетикой. Все, что есть у меня, это все женственные ароматы с определенной женской энергетикой. Я никогда не ношу никаких сильных, тяжелых, восточных, амбровых. Вот я у одной девушки смотрела белорусский тоже видео. Она такая вся в татуировках. Я показывала коллекцию своих парфюмов. Я была удивлена, как девушка, девочка может пользоваться мужскими духами, может пользоваться абсолютно такой, знаете, тяжелой а-ля мужской парфюмерии. Меня такие люди отталкивают. И меня... Я не понимаю. Знаете, наши ароматы, это отражение нас самих, нашей сущности, нашей души. И вообще всего того, что есть, вот мы приходим в магазин, выбираем себе аромат, который отражение нас. Если вы легкая девочка, если вы женственная, милая, то никогда себе в жизни не купите тяжелый аромат, который будет пахнуть мхом или амброй. Понимаете? Вы себе купите что-то цветочное, легкое, такое же, как и вы. Поэтому я выбираю такие ароматы. Это полное отражение меня. И тоже вас хочу к этому призывать. Вот. Этот тоже аромат могу посоветовать. Ну и моя любимая классика, которую я постоянно повторяю. Я извиняюсь, мне доцелочи снимала видео. Косметическое аромат, который я люблю с 2015 года. Моя невероятная любовь, которая есть у меня всегда, всегда повторяю. Это любимейший мой аромат из люкса. Вот, кстати, он стоит точно так же, как и Victoria's Secret. Вот почему-то многие люди думают, что Victoria's Secret это какая-то бюджетная марка. Ничего подобного никогда не видела у Victoria's Secret бюджетных ароматов. Конкретно у нас в Турции, где мы покупаем, а мы парфюмери, мы покупаем не Victoria's Secret, либо в Дубае, либо в Стамбуле, никогда в жизни не было дешевых ароматов. Вот этот аромат, который я вам показываю, стоил 102 евро, 100 миллилитров. Вот этот стоил 80 евро. Бомшу тоже 100 миллилитров. И вот этот лав, он стоил 75 евро. По-моему, да, 75 евро. Поэтому ничего бюджетного в Victoria's Secret нет. Может быть, вы где-то на акциях, может быть, в Америке живете. Если вы живете в Америке, то для вас Victoria's Secret будет гораздо более бюджетнее. Для нас Victoria's Secret очень-очень дорогая. Так вот, из люкса, вот этот я не помню, сколько тут мне его дарили, но вот этот аромат, который в Детифре, если я нахожусь и просто хочу пырснуться чем-то, я всегда пырснусь им. Вот я сейчас открыла упаковку, он уже пахнет, пахнет дорогим, красивым, женственным ароматом для серьезной девушки, для любого мероприятия вечернего. Это вечерние духи, которые вы можете носить с гордостью, с достоинством, абсолютно женственные, абсолютно классические, цветочные, свежие, больше цветочные, очень, даже немного фруктов чувствую. Не знаю, что в составе этого аромата, даже никогда о ней уточняла. Помню, что, когда была на обложке Джулия Робертси, такая легкая, нежная, мне захотелось попробовать этот аромат, и я в нем влюбилась. Эта любовь уже давно, с 2015 года. Поэтому, этот аромат La Vie a Belle от Lancome, я не могу вам ей рекомендовать, это моя любовь навечно. Такие ароматы, они никогда не устревают. Кстати, для меня, вот эти два аромата, они абсолютно вечерние, я их никогда не ношу днем или утром. Но, что касается марки Victoria's Secret, это такие ароматы, которые вы можете одеть и днем, и утром, и вечером, потому что они очень сладкие и легкие. Вот. Смотрите, какие красивые. Люблю и обожаю. Также у меня в коллекции осталось еще несколько ароматов. Это Hero M Sultan, который я, кстати, сейчас продаю, потому что они довольно-таки восточные. Вот. Так что, вдруг, если у вас будет желание, то могу вам продать. И Dior Jador. Они у меня стоят пока в коробочках, я ими не пользуюсь. И Miss Dior, которые я тоже люблю, но у меня мини-версия, я ее пока оставляю. Все на следующий год. Все стоит в коробках, полностью закрыто. Вот. А вот этим постараюсь потихонечку пользоваться. Такие у меня были фавориты парфюмерные. Я очень люблю парфюмерию. Мне кажется, девочка всегда должна пахнуть. И всегда должна пахнуть вкусно. Чтобы нас хотели, чтобы мы сами себя хотели. Не могу не выйти из душа и не воспользоваться спреем для тела, каким-то вкусным кремом. Это обычно всегда спреи крема от Victoria's Secret, паттер от Victoria's Secret, лосьон от Victoria's Secret. Это все так вкусненько. И вечером нанести на себя приятный аромат от Victoria's Secret, и быть просто конфеткой, вкусняшкой, мне кажется, это отражение меня. Поэтому аромат все-таки подбирается под ваши отражения и является вашей сутью. Спасибо огромное за просмотр и до встречи в новых видео. Пока!